Стремление НАТО укреплять свои позиции возле границ России превратилось в мировую проблему, от которой тошнит всех. Так отреагировал заместитель главы Российского Совета Безопасности Медведев на расширение альянса. А в НАТО убеждены, рядом с таким соседом, как Россия, никто не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому если он, президент Путин, даже думает о том, чтобы сделать что-то подобное со стороной НАТО, как то, что он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, то там сразу будет всё НАТО. Он должен понимать, что да, Украина – бывшая советская республика, и он думает в своей путанной голове, будто может решать, что Украина может делать. Латвия, Эстония и Литва – тоже бывшие советские республики. Но президент Путин не имеет права решать, что эти страны могут делать. С начала августа Германия, Италия и Венгрия патрулируют воздушное пространство над странами Балтии. Они сменили бельгийские, французские и испанские подразделения, охранявшие восточный фланг НАТО с апреля. Четыре венгерских истребителя Яс-39 расположены на авиабазе «Шауляй» в Литве. Четыре немецких Еврофайтера в эстонском Эмори. Итальянские Еврофайтеры базируются в польском Мальборке. Патрулирование воздуха со стороны НАТО – чёткий пример солидарности Альянса в действии. В то время, когда европейскую безопасность кардинально изменила война России против Украины, истребители НАТО готовы в любое время защитить воздушное пространство Альянса. Оана Лунгеско, официальный представитель НАТО, из сообщения на сайте НАТО. Агрессия России против Украины заставила страны Альянса начать масштабную кампанию по перевооружению. К примеру, Польша планирует удвоить количество военных и в ближайшие годы тратить на оборону не 2,5% от ВВП. Теперь все новинки оборонной промышленности страны НАТО активно испытывают на совместных манёврах в июле в Чёрном море, а в октябре начнутся учения Альянса из стран Тихоокеанского бассейна в Индии. Я думаю, что все понимают, что происходит недалеко отсюда. И вы знаете, я думаю, что это проливает свет на тот факт, что Альянс НАТО прочный, как скала. И мы никогда не сомневались в этом. Мы собираемся вместе, чтобы тренироваться очень реальным образом, чтобы иметь возможность стрелять боеприпасами кинетическим способом с помощью ВВС, кибернетики, радиоэлектронной борьбы, артиллерии. Я думаю, все считают, то, что мы делаем, очень важно в это время. Украинские военнослужащие проходят обучение в Великобритании. Новейшие образцы военной техники осваиваются под руководством опытных инструкторов. В ближайшее время украинцы поедут и в Данию. Вы и ваши многие командиры, включая уважаемого генерала Залужного, проходили обучение на Западе и в Соединенных Штатах Америки. И поэтому первоначально они, одна из причин, конечно, это патриотизм и профессионализм и любовь к земле украинцев, которая отбила первый нахрап российский вот этот, когда они думали, что они просто так зайдут. Но это и так же, что они уже узнали и узнали новую тактику. За время российской агрессии против Украины одна из важнейших целей Альянса – поддержка Киева, заявил генеральный секретарь НАТО. По его словам, это сейчас важнее, чем когда-либо. Елена Михайловская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.